Сотни омичей получили сообщения с адресами незаконных интернет-магазинов психотропных веществ. Рассылку неизвестные осуществляли через популярное приложение Viber. Наркотики обещают доставить в любой город страны. Также драгдилеры предлагали варианты сотрудничества. Дмитрий Ковалев продолжит. Вот так выглядит это вирусное сообщение. Несколько ссылок и названия самых распространенных наркотиков. Кто-то из пользователей просто заблокировал сообщение, но большинство все-таки открыли его и были удивлены. В ярких красках было описано все виды наркотиков, где я могу это получить, что это все легко и доступно. Для меня это был шок, это огромная наглость. Я считаю, вот таким, когда все так легко получается и доступно, я, конечно же, решила обратиться в правоохранительные органы. Главная опасность – это то, как распространяется такая информация. Viber – одно из самых популярных приложений для смартфонов. Им пользуется почти миллиард человек. И особенно он популярен у школьников и студентов. Такие сообщения получили не только МИЧИ, но и пользователи по всей стране. В Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области поступила информация о массовой рассылке сообщений с рекламой веществ, включенных в перечень наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, распространяющие данные сообщения. Наркотики предлагают забирать из закладок. Так вот, видеозапись, сделанная несколько дней назад. Автор рассказывает, что молодой человек уже несколько минут ищет пакет с веществом рядом с подъездом. Безуспешно. И уходит копать сугробы к другому дому. Раскладывают тайники также молодые люди. Недавно в Омске задержали 17-летнего студента. Закладчиком он стал после похожего сообщения в социальных сетях. Оперативники изъяли у него 20 пакетов уже расфасованных доз. Еще одна задержанная – 16-летняя школьница. С наркотиками она пришла в школу и уже после уроков отправилась делать закладки. В рюкзаке и карманах девочки оперативники нашли 15 готовых доз. За такую незаконную работу молодым людям обещают крупные вознаграждения. Как оно у вас появилось? Через закладку. Мне дали адрес, я нашла закладку, забрала. То есть вы его приобрели через закладку с какой целью? Чтобы раскидать, сделать новые закладки и получить за это деньги. Также в Омске безуспешно пытаются избавиться от рекламы интернет-магазинов наркотиков. Надписи на многоэтажках закрашивают, но уже через несколько дней появляются новые. Полицейские советуют о таких адресах сообщать в дежурную часть и не заходить на указанные адреса. Дмитрий Ковалев, Константин Демиденко. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.